всем привет сегодня до сих пор 29 мая надеюсь что это уже другое видео соседи на меня смотрят я пока не забыла думала рассказать вообще потому что завтра будет я знаю что суматоха 30 31 число у нас будет суматошные дни именно дни переезда и если вы нести что-то снимает то это что-то связанное с переездом именно то что как здесь что остается в этом доме но пока я помню думаю расскажу вам две вещи пока что я помню для вещи может быть пока говорю вспомню еще что-нибудь насчет того что когда вы въезжаете в какую туда квартиру погодите так вот о чем я короче подмерзла так что у нас хотя жарко но жаркости не ломит и я решила что нет мне как-то прохладно может и ныр меня тоже заразил маленький это надо мне сегодня попить какого-нибудь упсари нупса в общем две вещи которые хотел рассказать первое это когда вы въезжаете у вас подписываете вы контракт ставить контракт аренды получается на определенный срок здесь удается чаще всего от одного года то есть меньше они им это просто невыгодно и никто вам не даст подписать контракт на на 6 месяцев вообще многие конечно у меня даже знакомые просто собирают свои вещи когда когда им надоедает да или хочется съехать они просто собирают вещи и съезжают с квартиры вот такое тоже делают но это очень плохо сказывается на вашей кредитной истории как я уже много раз рассказывала вот так вот когда вы въезжаете подписываете в этот контракт вы обязательно пишите как бы сколько человек будет проживать квартире потому что здесь по закону не знаю других штатах но вот мечикане по закону в одной комнате не могут проживать более двух человек то есть не как у нас знаете коммунальная квартира где в комнате общежития до живет по 6 человек там по 3-4 двухъярусные кровати стоят здесь такое ни в коем случае не разрешено то есть это не то что будет проверки даже вот например вы въехали с вашим мужем да вот мы например заехали вдвоем окей как только у нас там менеджер или не за администратор увидит что например там у нас живет больше чем два человека или скажем появляется ребенок то по закону они мог у них и все как бы обстоятельства переселить вас в двухкомнатную квартиру потому что три человека на одну комнату я уже говорила здесь однокомнатная квартира это значит одна спальня и зал до золотой отдельно золотыми комнаты вообще никак не считаются сейчас за одну спальню в одной спальне могут может быть не проживать не больше двух людей мой поэтому это обязательно как бы условия также например студенты да если живут в одной комнате конечно кто-то там как-то потихоньку могут и привести своих друзей подружек там жить к себе но чаще всего то есть с расчетом на то что вы то есть когда вам говорят однокомнатную квартиру вам на или там двухкомнатную с расчетом на то что сколько людей будет проживать потому что по закону это просто и может как бы этому комплекс сюда квартирному или дому это минус будет что проживает больше чем положено человек вот это одно второе что интересно когда вы въезжаете в квартиру обязательно проверяйте вам дадут такой даже если вам не дадут то создавьте сами для себя такой лист называется здесь чек лист да или список только будет всего то есть вот вы заходите в дом и вам нужно проверить нет ли нигде царапин на стенах нет ни ли нигде 5 и на ковре да потому что вы проживя там год с этим пятном дано на ковре на полосе когда вы выйдете вам у вас этот пятно вычтут из вашего депозита до который вы заплатили вот поэтому лучше сразу на берегу все проверить и сделать как бы себе такой вот список того что что в квартире неправильно то есть например не работает лампочка какая-нибудь где-нибудь пятно на стене которые не отмывают чтобы того на вас то потом не повесили так скажем это этот минус этого этой квартиры или этого дома поэтому мы завтра тоже поедешь что первый раз мы увидим квартиру нам дадут ключи но мы все это покажем надеюсь вы это увидите уже каких-то числах 20 наверное июня но тем не менее вот ну и вообще принципе что еще вспомню по походу там очень много нюансов именно вот снятие квартиры у меня знакомые некоторые вообще без раздумий особенно девчонки парни которые остались как бы нелегалами так скажем здесь да то есть сами по себе или там вышли замуж за тех же таких не зато русских или украинцев и живут просто так вот то есть кочев 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 никами да то есть собрали вещи съехали с квартиры переехали в другую и тому подобное поэтому если все делать конечно по закону то все таки здесь много очень нюансов которые нужно учитывать вообще сегодня уже камера перегревается поэтому сейчас наверное надо сделать перерыв и на ночь поставить подзаряжать камеру потому что завтра завтра мы просыпаемся 8 утра где-то можно даже раньше чтобы вообще сегодня вечером мы загрузим все вещи которые войдут нашу машину это тоже минус были наши маленькие машинешки то что немного в нее входит вещей вот поэтому завтра поедем нужно будет писать договор аренды и начать загружаться если мы покажем квартиру мы сами еще не видели поэтому для нас для всех то будет первое впечатление но там очень приятная женщина говорю уже посмотрим как насколько она будет приятно когда мы на самом деле начнем там жить вот но на самом деле у девушку очень приятно зовут ее эбони она мне сегодня утром позвонила сказал что у нее выходной но она вспомнила что на нас никто не оповестил о том что нам сделали скидку на первый месяц житья у тебя каком-то рассказывала в видео как снять как арендовать квартиру в или дом в америке я рассказывал что некоторые менеджеры некоторые как бы администраторы да они делают такие вам скидки то есть на ваш день рождения скажем они делают скидку или на на новый год они делают вам скидку на аренду вот она позвонила сказал что мы решили вам сделать подарок и взять 50 процентов вычесть как бы аренды за наш за их счет то есть получается первый 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 месяц аренды у нас с небольшим будет с небольшой скидкой вот то есть поэтому это очень даже нам на руку потому что у нас есть другие планы которые нужно быстрым временем осуществить так что ладно наверное если еще что-то вспомню то я вам еще что-нибудь расскажу по ходу а так на самом деле я просто сижу и жду когда у меня загрузится видео сегодняшнее утро утренние чтобы его уже сохранить тоже не компьютер вы знаете очень 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 тугой очень очень тормозной и пока наверное пойду сделаю чай чтобы вас уже больше не грузить всякими видео надеюсь блин я сегодня на 29 то есть я с первого числа начала делать получается или со второго с первого в россии помпера до было или 2 начала делать именно выпуски как бы первый день каждый день получается видео заливать надеюсь что это все еще идет нормальным ходом и видео смотрится потому что если не смотрится это будет вообще жопко вот ну ладно пока мне инель прислала свое грустное лицо что он по мне скучает я ему тоже прислала мы такие прям эти милашки смотри еще загрузила видео получается какое-то будет вчерашний на или позавчерашний вчерашний получается 28 мая у меня на 17 июня то есть вот если каждый день заполнять видео то вот они будут это вам кажется что вы смотрите каждый день и вам кажется что они так быстро все пролетают и как бы они очень старые самом деле для меня это столько склейки и столько редакт редактирование именно именно клипов я точно заболела этих именно маленьких клипиков чтобы нарезать это так долго и потом еще то что у меня очень тормозная программа тормозной компьютер то есть я загрузил это видео наверное уже часа два назад и еще вот только 9 из 18 загрузились как бы в программу поэтому я знаю про то что мне нужно другой компьютер мне тоже все это говорят и пишут но вот как только бюджет меня позволит тогда будет другой компьютер а пока придется терпеть но пока вроде пока все вроде грузится сейчас будем так мне нужен большой мешок чтобы загрузить все что завтра едет в квартиру здесь мешки для наших обычно туда вещи для стирки складываем вот сейчас этот весь какой-то нужно просто выкинуть сейчас возьмем этот мешок и загрузим вещи полотенца и наверное грязные вещи которые сразу придется стирку кидать поехали все дома темнеет уже видите закат закат мое любимое время дня летние закаты и я сейчас буду готовить кушать потому что так как сюда я каждый день говорю что завтра у меня увезут мои холодильнику везут мою плиту но никак никто не увозит но завтра точно завтра 30 число поэтому уже даже не будет времени и возможностей говорить что не забирайте мою плиту не забирайте мой холодильник так что сегодня думаю вечером приготовлю маленько покушать чтобы у нас было на завтра можно просто разогреть в микроволновке что буду готовить это там вот картошка картошечка этот картофель в общем варится просто кусочками вот так вот наверное здесь видно просто в общем картошка и здесь сейчас буду делать поджарку чеснок лук бекон маленькими кусочками и перчика то есть просто чтобы все уже вытащить из холодильника все что на этот есть еще можно добавили горошку просто общем что-то такого положить чтобы на сторонку к картофелю вот а завтра завтра с утра сделаю макароны и сырные макароны чтобы завтра перед тем как мы поедем все перевозить чтобы нам покушать потому что без покушания будет слабость и жарко очень поэтому нужно обязательно покушать перед тем как куда-то там идти так что это все будет завтра утром а сейчас просто чтобы завтра так у нас полдня там то время неправильно идет чтобы у нас и уезжает на работу в 3 то есть чтобы у нас было до трех часов как бы еда какая-то что потому что мы будем просто туда обрат туда обратно перевозить какие-то вещи так что сделал общем еды вот такая красота сейчас поджариваю лук с чесноком это вот мне петрушечка и перчик сейчас все маленько потомиться поджаться затем добавлю с маленькими кусочками нарежу осталось как раз 3 или 4 кусочка бекона нарежу все добавлю и будет вкусненько опять вон какой сегодня закат не такой конечно красивый как вчера тоже вчера был такой после дождя закат ну тоже ничего добавила сейчас сметанки приправ и уже можно выключать наверное минуток через три-четыре и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok